МИД России запустила флешмоб в социальных сетях в поддержку Марии Бутиной. Девушки задержаны в Вашингтоне по обвинению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента. Пользователи призывают разместить на аватарах фото девушки с надписью «Фри Мария Бутина» в переводе «Свободная Мария Бутина». Накануне девушка встретилась в американской тюрьме с послами России в США. Посольство нашей страны ждет официальных объяснений по поводу ареста Бутиной, которое, напомним, произошло 15 июля в Вашингтоне. Накануне там состоялся окружной суд. Девушки инкриминируют работу иностранным агентам без специальной регистрации на территории США. По показаниям ФБР Бутина пыталась провести операцию по влиянию в интересах России, поэтому активно контактировала с американскими политическими деятелями. Бывший преподаватель Марии Константин Емешин, с которым они вместе создавали на Алтае школу реальной политики, уверен, причины частого общения в другом. В идее Бутина легализовать в России оружие. А Америка – пример страны, где это право дано Конституции. Тем не менее, аресты девушки он считает спланированным. Это явно внутри американские разборки. Им нужно какие-то, как мы говорим, охота на ведьму, вот какую-то найти ведьму, козырь, там еще что-то, взять ее, посадить в заложницу, потом, может быть, на кого-то обменять и так далее. То есть, ну, это вот, это и есть реальная политика. То есть, она фактически продолжает политическую деятельность, находясь, тем более, у нее теперь имя так раскручено, ее весь мир уже знает. Незадолго до ареста Константин Емешин вел с Бутиной переписку. Мария к тому времени окончила магистратуру и не спешила улетать. Говорила, что перед ней стоит выбор – вернуться работать в Россию или принять приглашение с Силиконовой долины. Как пишут в МИД, Бутина настроена добиваться своей невиновности в суде. Ей грозит заключение до 15 лет.